Успех доктора Дре, который заработал на своих наушниках битс больше миллиарда долларов, показал всем знаменитостям хороший пример. И вот уже Леди Гага выдумывает дизайн вакуумных затычек 50 Cent создает компанию для соперничества с битс, а футболист Криштиану Роналду украшает наушники с золотыми вставками. К таким коллаборациям серьезно я никогда не относилась, так как что-то особенное они привносили крайне редко. Но бывают и исключения, когда компания не просто берет известное имя и громкие лозунги, а впитывает философию одного человека и переносит ее на свой продукт. Так произошло с компанией House of Marley, названной, как несложно догадаться, в честь легендарного музыканта Боба Марли. Каким должен быть бренд, чтобы не посрамить его имя? Чем он должен отличаться от всего, что есть на рынке в своей нише? Давайте узнаем на примере портативной акустики и наушников этого производителя, которые оказались в моем распоряжении. Ну и самое приятное, что все это мы разыграем. Так что, как говорят на ТВ, не переключайтесь. The House of Marley основали сравнительно недавно, в 2010 году, спустя 29 лет после смерти идейного вдохновителя. Семья Боба Марли не только одобрила использование его имени, но и приняла активное участие в развитии бренда. Все потому, что компания опирается на философию музыканта. Например, при производстве всей продукции используются только экологические материалы, которые не навредят природе и легко поддаются переработке. Часть средств с каждой проданной единицей жертвуются в благотворительный фонд One Love, а используемый дизайн – пожалуй, самый оригинальный на рынке акустических систем. Просматривая доступный ассортимент, можно столкнуться с разнообразием цветов, оригинальными материалами и формой, а также с нестандартным подходом. И, конечно же, главный упор во всей продукции сделан на высокое качество звука. Больше всего меня впечатлила блютуз-колонка Get Together Denim, хотя колонка в данном случае даже как-то оскорбительная. Это отличная беспроводная портативная акустика, никак иначе. Ее передняя и тыльные части сделаны из бамбука с характерной текстурой. Прям глоток свежего воздуха на фоне множества пластиковых аналогов. Остальная часть корпуса обтянута фирменной тканью Revint, которая интересно сочетается по цвету с бамбуком. Внешне она похожа на джинсовую ткань, но по факту представляет собой смесь конопли, органического хлопка и даже волокон переработанного пластика. Стильно выглядит и логотип Marley, в котором просматриваются древесные волокна. За звук отвечают пара широкополосных динамиков и два твиттера общей мощностью 16 ватт. Кнопки выведены на верхний торец, они крупные и приятны на ощупь. Колонка оснащена литий-ионным аккумулятором, который позволяет ей работать до 10 часов, а также подзаряжать разные гаджеты. Все порты находятся на тыльной части под отверстием фазоинвертора. Здесь есть USB для зарядки устройств, разъем для собственного питания, индикатор заполнения батареи, а также линейный вход для подключения разных источников звука. Когда первая эйфория от дизайна и материалов немного прошла, я наконец-то решила включить акустику. Звучание этой модели можно охарактеризовать несколькими словами. Громкая, качественная и чистая. Причем я не ожидала столь высокой громкости от акустики таких размеров. На максимальном уровне нет ни намека на шипение или любые другие искажения. Своей способностью достучаться до соседей удивила и вот эта кроха. Ее двухдюймовый динамик с пассивным радиатором выдает очень высокую громкость. И конечно же качество звука при этом никак не страдает. Все на высоте, как для такого формата акустики. Оформление колонки снова приковывает внимание и первое время крутишь ее и рассматриваешь. Большая часть корпуса обтянута фирменной тканью, но уже под мешковину, поэтому колонка не скользит в руке. Ну а для самых активных имеется специальное ушко и карабин в комплекте. Поэтому колонку можно поместить куда угодно, например на рюкзак и слушать музыку при пешей прогулке или во время езды на велосипеде. Для таких целей она еще защищена от брызг по стандарту IPX4. Топить ее не стоит, зато дождя можно не бояться. Свод корпуса сделан из бамбука и алюминия, которые подаются вторичной переработке. В свою очередь кнопки выполнены из биополимера. Они крупные и легко распознаются вслепую. Рядом с ними находится микрофон, поэтому колонка может использоваться и как гарнитура. Внизу привлекают внимание прорези пассивного радиатора, среди которых разместили AUX разъем и порт microUSB для подзарядки встроенного аккумулятора. Кстати, последний обеспечивает колонки до 8 часов автономной работы. Помимо яркой портативной акустики, The House of Marley выделяется такими же, отличающимися от всего, что есть на рынке, наушниками. Мне досталась модель Liberate Denning. Это накладной вариант, который больше подойдет для прослушивания со смартфона или плеера. К этому располагает кабель длиной 1,3 метра, который для компьютера коротковат, а для портативного аудио в самый раз. Провод в оплетке, поэтому более долговечен и меньше спутывается. Есть блок управления с тремя кнопками и микрофоном, но работает он только с устройствами Apple. Более того, некоторые старые или бюджетные смартфоны не видят наушники вообще, поэтому обязательно попробуйте, совместима ли эта модель с вашим устройством. Еще один юанс касается L-образного штекера. При некоторых сценариях он очень удобен, но кому-то может и не подойти. Что касается материалов изготовления, то они те же, что не может не радовать. Регулируемое оголовье из алюминия дополнено фирменной тканью, которая вместе с бамбуковой вставкой имеется и на чашечках. Амбушюры из эко-кожи мягкие и приятные для ушей. Звучат Liberate Denim очень хорошо. Они выдают чистые высокие, средние и слегка завышенные низкие частоты. Но если вы не искушенный пользователь, то скажу проще. Звук басовитый и качественный. Я переслушала множество вариантов и могу с уверенностью сказать, что эти наушники звучат не хуже многих известных брендов. Они отлично изолируют от внешнего шума и на средней громкости не слышны окружающим. Плюс комплектуются вот таким классным чехлом из фирменной ткани. Что же можно сказать в итоге? Судя по наушникам и портативной акустике, с которыми я познакомилась, можно сделать вывод, что House of Marley одна из самых интересных и ярких компаний на рынке акустических систем. Пускай бренд и сравнительно молодой, он может предложить высокое качество изготовления, яркий дизайн, экологичные материалы и, что самое главное, отличный звук. Как я и говорила в начале видео, мы разыграем все три модели, поэтому подписывайтесь на наш блог, внимательно читайте правила и выигрывайте. На этом все, подписывайтесь на наш канал и пишите в комментариях, что из марлей вам понравилось больше всего. А также смотрите другие наши видео, например, топ-5 причин купить смарт-часы и узнайте, что лучше стекло или пленка. До скорого!